На прошедшей неделе вела текущий уголовный процесс в отношении экс-начальника управления по жилищным вопросам мэрии Светланы Борисовны Стыниной получила скандальное продолжение. При решении суда Центрального района материалы уголовного дела были возвращены в прокуратуру. В последний раз уголовным делом по громкой квартирной афере СМИ интересовались в середине мая, когда адвокат Светланы Стыниной Михаил Багмет пытался добиться перевода его рассмотрения по территориальной подсудности в другой регион. Хотя, конечно, по формальным признакам сложно сомневаться в профессионализме и беспрестраственности судей Новосибирской области. Тем не менее, мы все прекрасно понимаем, что Светлана Борисовна занимала высокую должность Новосибирской области. Но Верховный суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства адвоката. Вообще же, с момента задержания Светланы Стыниной прошло уже почти два с половиной года. Старт уголовного процесса, казалось, был вполне себе бодрым. Стынина в ордене предварительного следствия обвиняет в совершении в составе организованной группы под ее руководством четырех тяжких корыстных преступлений, направленных на хищение бюджетных денежных требований. И только в марте 2018-го Следственный комитет наконец-то определился с количеством эпизодов, которые инкриминировались экс-чиновницы. Размер имущественного учерба, причиненного муниципальному образованию, составил более 40 миллионов рублей. Но в ходе недавних предварительных слушаний суд закрыл половину эпизодов за истечением срока давности. И уже совсем неожиданным стал вердикт, обнародованный 29 августа, о возвращении материалов уголовного дела в прокуратуру. Суд пришел к такому выводу, что доводы стороны защиты убедительны. Прямо суд указал, что следствие не определилось с предметом хищения. Что же это? Все говорили, что похитили квартиры, а следствие в обвинительном заключении пишет не квартиры, а разницу в денежных средствах. Впрочем, степень оптимизма от заявления Михаила Багмета убавится, если иметь в виду мотивацию судьи Юлии Близняк. Обстоятельства свидетельствуют и наличие оснований для квалификации действий, как более тяжкого преступления. Конец цитаты. Но до тех пор, пока не будет изготовлено мотивированное решение суда, непонятно даже, кому именно адресован этот месседж. В карточке дела, кроме Светланы Стениной, значатся еще два обвиняемых. Андрей Гученко и Елена Камерзанова. Нам известно о том, что такое процессуальное решение суд принял. В течение установленного законом срока суд изготовит постановление о возвращении дела прокурора. И при поступлении в прокуратуру на Северской области материалов уголовного дела и процессуального решения суда мы будем решать вопрос об его обжаловании. Вообще громкое уголовное дело все больше напоминает мыльный пузырь. Особенно если вспомнить о том, с чего все начиналось в январе 2015-го. Получив из застройщиков квартиры для решения социальных задач города, чиновники управления по жилищным вопросам мэрии, не регистрируя их в Росреесте, передавали в собственность поставных лиц по сделкам купли-продажи. Именно с легкой руки пресс-службы МВД в обиход вошла леденящая душу обывателя цифра о краже полутора тысяч муниципальных квартир. Реально доказанными в суде оказались пока всего несколько десятков эпизодов. Накануне выхода этого материала в эфир представитель Следственного комитета Михаил Третьяков комментирует информация о выявлении полутора тысяч эпизодов преступной деятельности сотрудниками Следственного управления никогда не распространялась. А вот фрагмент интервью, которое было записано в апреле 2016-го. Проанализировали порядка 300 отчуждений из полутора тысяч, и в ходе их анализа вывели 25 оконченных эпизодов преступлений. Но когда правоохранительная система дала сбой на старте, выдавая желаемое за действительное, или потом, так и не сумев собрать необходимые доказательства, сегодня говорить на эту неудобную тему люди в погонах не хотят. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам, добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.